Всем привет! Меня зовут Женя, и мы с вами по-прежнему находимся в зале Альфа на конференции Мобиус. Никита никуда не пропал, на самом деле это запланированная передача ведущего, но не так важно, кто у нас сам ведущий, на самом деле куда важнее, кто у нас выступает и какой у нас доклад. А сейчас у нас выступает Колосов Артем, и он нам расскажет про борьбу с утечками памяти от задачи до победы. Артем предупредил, что у него очень длинный доклад, много слайдов, поэтому не буду его задерживать, только лишь напомню о том, что сканируйте QR-код, там можно будет задавать вопросы, на которые спикер будет отвечать в дискуссионной зоне, и там же можно ставить фидбэк. Не забываем, фидбэк — это важно. Ну все, Артем, не буду тебя задерживать. Хорошего тебе выступления. Да, спасибо, Женя. Сегодня хочу вам представить свой доклад «Борьба с утечками памяти от задачи до победы». Давайте немного поближе познакомимся. Как Женя сказал, меня зовут Колосов Артем, и я разработчик в одной из самых худших команд, а именно в команде мобильной инфраструктуры iOS во Вконтакте. Чем же я занимаюсь? Ну, что греха таить, я, как и любой мобильный разработчик, красил кнопки. Бывает. Также я крутил деревья, потому что могу, хочу, это весело. В свое время я релизил часы. Если у вас Apple Watch и есть там Вконтакте, то я к этому причастен. Ну и самое последнее, о чем я хочу сегодня рассказать, я чинил утечки. Как же все начиналось? А, да, про часы. Если вам интересно послушать доклад моего коллеги, почему вам не стоит делать приложение для Apple Watch, то сканируйте данный QR-код. Там очень много интересного. И что мы сегодня обсудим? Что такое утечка? Надо понимать, с кем мы боремся и как с этим бороться. Графики с пользователей. Мы зарелизили приложение. Есть ли у них проблемы или нет? Инструменты для индикации. Мы поняли, что на проте все плохо, а как понять, что я воспроизвел проблему? Особый случай утечек. Инструменты хорошие, но есть свои нюансы. Автоматизация индикации. Мы не хотим тратить время своих и разработчиков и нанимать нового, поэтому будем автоматизировать. Ну и, конечно, приобщение коллег к общему благу. Как все начиналось? Был обычный весенний день. Год назад я сидел, никого не трогал, подчинял примус. Ко мне приходят коллеги и говорят, а у нас очень важный сервис не уходит из памяти. Я говорю, да, это большая проблема, нужно исправлять. Жесть, согласен. И пошел разбираться, а что такое утечка памяти и какие есть инструменты для ее индикации. Посмотрел пару DubDubDC, почитал кое-какие статьи и пошел работать. Ты исправляешь одну утечку, появляется новая, ты разбираешься с этим. Впоследствии приложение становится очень хорошо, и вот ты стоишь, получаешь похвалу от коллег и стоишь уже на докладе на Мебиусе. Ну а что такое утечка? Давайте договоримся в определении. Утечка — это наличие в памяти объекта, которого по логике программы там быть не должно. Вы открыли экран, у вас создался сервис, и он делает какие-то запросы в сеть, в базу данных. Вы уходите с экрана, и все мы ожидаем, что этот объект будет диавоцирован и ничего не будет делать. Плохая ситуация. Вы ушли с экрана, сервис остался в памяти, запускает какие-то запросики в сеть, в базу данных, не отпускает ее, и у нас создаются проблемы. Но почему надо бороться с утечками памяти? Неужто это так плохо? Первый критерий — мы хотим сократить потребление оперативной памяти. Нужно помнить, что у нас есть физическое ограничение. Apple не стремится ставить по 32 гигабайта на свои айфоны. Также iOS — это такая умная операционная система, которая может понять, что вы кушаете слишком много, и поэтому она может убить ваше приложение, чтобы освободить его для других. Поэтому мы хотим получать реже ООМ и быть реже выгруженной операционной системой. Также мы хотим поддерживать корректное состояние самого приложения. Как я сказал, у вас остался сервис в памяти, он делает какую-то работу, и тем самым нарушает инвариант, на который вы рассчитывали. В итоге у вас появляются новые ошибки, которые даже не связаны с ООМами и, может быть, с вашим экраном изначально, а будут затрагивать другие сервисы. Мы уменьшаем количество ошибок. Ну и, конечно, освобождаем ресурсы. База данных была не закрыта, вы пытаетесь открыть снова, и проиграли, потому что, к сожалению, нужно было закрывать ее. Но как понять, что проблема есть? Для этого мы пользуемся MetricKit. Это инструмент, позволяющий собирать агрегированную информацию со своих пользователей. Она говорит о производительности приложения, краске количества в сбоях и много других метрик интересных для нас имеет. Но, в частности, мы будем обращать внимание на MemoryResourceLimitExitCount. Эта метрика говорит нам о количестве закрытия приложения из-за нехватки памяти. Она есть как для foreground, так и для background. Вот у нас есть график, мы собрали его в своем суперсет. Он говорит нам количество закрытия приложения по причине того, что мы потребовали слишком много оперативки. Как мы видим, в один момент появляется утечка, и этот график начинает резко расти. Все плохо, паника, но ничего страшного, мы обнаружили эту проблему и решили ее починить. После этого вернулись на свое стандартное состояние и начинаем быть довольными собой. Но сейчас был какой-то график, какие-то рандомные цифры. А правда ли, что они имеют для себя реальное значение? Я исправил не просто виртуальную чиселку и якобы сделал хорошую работу. Да, правда, это имеет важное значение. Потому что мы можем проследить за тем, как часто наше приложение выгружается, а значит, имеет чаще холодные старты. Это график медианы между холодными стартами. По оси Y у нас время между холодными стартами, а по оси X это время. У нас появилась утечка, и как мы видим, старты холодные стали чаще. Это значит, загрузка приложения дольше, пользователь ждет все намного дольше, реже начинает пользоваться на приложение, да, упадает, мало упадает, денег нет, нас увольняют. Мы этого не хотим, поэтому мы исправляем утечку и выравниваем наш график. Все хорошо. А если вы хотите узнать, почему нужно ускорять старт и как это сделать, то мой коллега Евгений Шпалов делал доклад на прошлый Мебилус, как сделать, чтобы не тормозило, пожалуйста. Сканируйте данный QR-код и наслаждайтесь. Мы поняли, что есть проблема у пользователей. Но как понять, если она у нас? Потому что часто ситуация, тестировщик приходит, говорит, у меня не работает. Я говорю, а у меня работает. Все, спасибо, до свидания. Но нет. Мы учимся определять присутствие утечки. Для этого можно пользоваться инструментами Xcode. Хороший вариант, мы будем в это верить. Другой вариант — это доверить своим ручкам и сделать некий год-обджект. Потому что кто, как не мы, знает, когда объект должен быть в памяти, а когда его там быть не должно. И вот наша простая реализация для отслеживания количества объектов данного класса. Класс год-обджект, есть статическая переменная. Мы будем на юнитах увеличивать ее, а на д юнитах уменьшать. Конечно, тут однопоточное, но все это масштабируется и может быть параллельным. Но теперь посмотрим первый вариант работы с инструментами. Apple — добрая компания, которая дает нам множество инструментов для профилирования и дебага приложений. И в частности нас заинтересует инструмент Leaks. Он следит за количеством локаций, сколько памяти потребляем мы, есть ли сами утечки, что очень важно, а также какие классы были инстанцированы и сколько. А вот теперь наш искусственный пример. Есть два класса. Класс A будет год-обджектом, за которым мы следим. И есть класс B. Функция DoSomething создает циклическую ссылку друг на друга, а тем самым создает утечку. Мы вызвали функцию DoSomething, и теперь наш ассерт выстрелил. Класса A объектов больше, чем 0. Хотя быть такого не должно, ведь мы вышли из функции. Мы запускаем инструмент Leaks, и вот спустя 6 секунд от старта он замечает утечку, показывает, что два объекта утекли, и внизу показывает, что это объекты A и B. Все хорошо, мы довольны, пошли исправлять. Да, но если мы откроем релиз Notes, например, Xcode 1501, то обнаружим, что Apple починили инструмент Leaks, и теперь он находит утечки. Возникает вопрос, а чем он занимался до этого? И вот будет очень неприятно, если вы думали несколько релизов, что ваша компания лучше всех, у вас нет утечек, и все идеально, а потом обновляется Xcode, и приложение просто крашится, и имеет огромные графики с проблемами. Поэтому мы отдаем свое преимущество определению ручками, а именно определению через год Object. А теперь немножко поговорим про модель памяти. Все мы знаем, что Swift использует automatic reference count, автоматический подсчет ссылок. Компилятор расставляет команды retain и release, чтобы увеличивать счетчик. Когда счетчик становится равен нулю, то мы понимаем, что на объект больше никто не ссылается, и он нам не нужен. Мы можем удалить его из памяти. И вот так вот выглядит сам объект. Вот у нас есть класс commit.info. У него есть две переменные, hash и user.id. И если мы создадим его, то мы увидим, что в рантайме создастся такой объект, как heap object. Первым полем он будет держать в себе указатель на метаданные. Из Objective-C мы знаем, что это называется isopointer. Уже дальше будет лежать именно inline счетчик ссылок. Он будет говорить, а сколько ссылок на данный объект у нас есть. Ну и только потом у нас лежат сами переменные. Какие же виды ссылок есть вообще? Ну, как мы все знаем, есть сильные ссылки. Они, как раз и создают утечки, и увеличивают счетчик ссылок. Есть слабые. Они позволяют нам обратиться к объекту, когда его уже нету в памяти, и получить красивый нил и работать дальше. Есть unknown. Такой злобный брат-близнец вик. Он тоже позволяет обратиться к переменной, когда нет памяти, но ослабить fatal error. Ну, сами себе злобные Буратино. А есть unknown unsafe. Для самых экстремальных людей вы прочитали байтики, и вы их прочитали. Дальше живем, как живем. Undefined behavior, ну, с кем не бывало. Как сам выглядит счетчик ссылок? Это просто 64 битика в системах, где у нас архитектура 64. Для 32 будет примерно то же самое, с некоторыми нюансами. И в реальности счетчик ссылок работает на битовых масках. Мы выделяем некоторые участки для подсчета. Вначале у нас идет счетчик ссылок для unknown ссылок. Дальше мы выделяем маску для strong ссылок и оставляем несколько битиков для флажков. Что же происходит, когда создается вик-переменная? У нас создается side table, мы все об этом знаем. И в этот момент в объекте вместо счетчика ссылок появляется указатель на этот side table. Как раз мы выделяем здесь маску для этого и оставляем флажки, показывающие, что здесь мы храним теперь side table. Вот мы создали переменную вик commit. Это вик-вар. И в нашей табличке вместо того указателя, информации о том, сколько объектов, сколько ссылок на данный объект, у нас теперь лежит указатель на таблицу. Но кто такой side table? Если мы откроем исходники свифта, то мы видим такой объект, как heap object side table. Он в себе содержит саму ссылку на объект, она будет атомарная, и содержит уже краски новый вид счетчика. Он будет содержать в себе вик, unknown, стронг ссылки. Также для каждой вик-переменной создается обертка вик-референс. Она позволяет нам аккуратно ссылаться на данный объект, получать его классы, методы и все остальное. Именно через нее проходят все вызовы. И теперь немного прожизненный цикл объекта. Что с ним происходит от создания до смерти? Мы создаем объект, и он в стадии life. Он делает полезную работу и как бы живет. Когда потерялись все сильные ссылки, то мы переходим в стадию day-initting. И когда наш метод day-initting заканчивается, мы в стадии day-initted. Дальше в зависимости от того, есть ли у нас side table, мы переходим в off-read или в состояние dead. Но для нашего доклада будет интересен только переход из первого во второй, потому что утечка, напомню, это наличие в памяти объекта, которого там быть не должно. А значит, мы еще не начали day-initиться. Но какие бывают причины утечек? Вот, посмотрев, у нас есть счетчик ссылок, и он должен быть положительным, чтобы объект остался в памяти. Возникает такая причина, как цикл сильных ссылок. У нас в нашем первом примере было два объекта. Класс A и класс B. Они сослались друг на друга. В итоге они недостижимы из памяти, но счетчик всегда положительный, и они никогда не уйдут оттуда. В частности, нас будет заинтересовывать еще объект захват self в escaping closure. Это очень популярный кейс для создания утечки. Другой сценарий — это удержание в глобальных переменных. А именно, хранение в статическом поле. И хочется обратить внимание, что инструменты X-кода в реальности ищут не утечки, а именно циклические ссылки. Да, это подножество. Да, это покрывает 90%. Нужно помнить, что только мы понимаем, когда объекта не должно быть в памяти. Поэтому будем работать именно с определением с помощью нашего год-объекта. Теперь поговорим про инструменты. Граф памяти. Всем советую посмотреть сессию WWDC iOS Memory Deep Dive. Там Apple рассказывает про свои инструменты для работы с памятью и как определять, куда она ушла. В основном они рассказывают про консольные утилиты, как VM Map и Lix. Я буду рассказывать про более удобный инструмент, которым пользуются все в нашей компании. Это визуальный краски-редактор, который есть в X-коде. К сожалению, никакой документации, ни на докладе ничего не рассказывалось. Поэтому вся легенда карты и все остальное это было получено моим жизненным опытом и выстраивалось постепенно. И вот наша легенда карты. В Memory Graph используются три вида стрелок. Это жирные и черные стрелочки. В большинстве своем это сильные ссылки. Серые стрелки. В большинстве своем это слабые ссылки. Ну и синие стрелочки — это связь, выбранная в дебаггере. Пока что запомним табличку так и будем ее дополнять постепенно. Но вот я собрал игра в памяти и вижу какую-то непонятную картину. У меня серые стрелки, какие-то треугольники и только unbelievable amazing leak, который уходит в какие-то глобальные перемены. Неужто есть проблема? Да, так ничего не понять, потому что нужно включить один важный флаг — malloc stack logging для живых аллокаций. Об этом рассказывается, конечно, в докладе, но стоит упомянуть, что без него вы не увидите ни бэктрейсов, ни имен объектов, поэтому не забудьте его включить в своей схеме. Теперь научимся определять причину утечек. Ведь мы знаем, что у пользователя есть проблема, и мы смогли понять, что мы ее воспроизвели. Но где она сама находится? Напомню наш первый пример, где есть класс А и класс Б. В функции dosamphic мы создали циклические ссылки. И наш ассер сказал, у нас есть проблема. Так давайте на этом месте соберем memory graph. Мы собрали его, и что мы первое видим? Так это Xcode нам говорит, вот он, желтенький огонечек в треугольнике, как прям инструмент leaks. У нас есть утечка, класс А и класс Б утекли, и это вот эти инстансы. Дальше мы смотрим, по каким ссылкам это произошло. И мы видим, что это по ссылкам, как раз по ссылке А, по переменной, и по переменной Б. И какая-то видосылка? Ссылка сильная. Если мы выберем сам инстанс, то также мы можем как раз увидеть, какого класса имя. Это очень важно, когда у нас есть связь Objective-C и Swift, потому что имена класса могут быть разные, и попытавшись найти через какой-нибудь шорткат Command-Shift-O, вы его не найдете. А здесь вы сможете прямо прыгнуть к реализации. И самое важное, это информация, а где выделилась память на этот объект. Это наш бэктрейс, и говорит нам он, что это функция DoSomething. Прыгнув к данному месту init этого объекта, почти навсегда, почти всегда, вы найдете Epsilon-окрестность, где создается цикл. И это очень полезно. Собираем граф памяти, но не всегда все так удачно. Я изменил немножко контекст, убрал эту функцию, но утечку оставил. Собрал граф памяти, и вижу, что ни желтого огонечка нету, ни красивого цикла нарисованного. Хотя вот я выделил инстанс класса B. Это один и тот же инстанс, и у меня есть цикл. Как с этим быть? Ну, не всегда доверять инструменту, и придется работать ручками и глазками, и искать эти цепочки. Так, возникает вопрос, а сколько минимум объектов необходимо для утечки? Есть у кого-нибудь варианты? Один хороший вариант. Кто больше, кто меньше. Ну, по правде говоря, да, нужен один объект, чтобы создать утечку. И это все делается очень просто и красиво. Вот наш класс EasyLeak, и он ссылается сам на себя. Это переменная myself, которая содержит optional тип EasyLeak. Мы создали утечку, собрали граф памяти, и видим такую красивую картинку. EasyLeak ссылается до самого себя. Как это исправить? Можно создать класс NoLeak и исправить эту проблему, добавив ключевое слово Vig. Мы знаем, что Vig переменные не увеличивают счетчик, и вроде бы все хорошо. Собрали граф памяти, объекта нет, хотя EasyLeak остался. Но здесь может возникнуть проблема архитектурная. А правда ли, что в этой переменной всегда ссылка на точно нас? А вдруг там может лежать инстанс этого класса, но другой? Если вдруг там находится другой объект, и вы поставите его в Vig переменную, то счетчик ссылок у него будет нулевой, и он в один момент просто исчезнет. И в итоге, например, ваш деликат, который спрятан под протокол, сломается. Поэтому надо понимать, какие объекты могут быть в этой переменной, и возможно поправить немного более архитектурную эту проблему. Теперь поговорим про утечку через Clojure. Мой любимый вариант, потому что он самый частый. У нас есть переменная CompletionBlock, как во многих функциях, во многих классах. Есть init, в котором мы создаем этот CompletionBlock и явно захватываем self. Притом компилятор ничего нам не скажет, потому что self захвачен явно, и он не требует никакой Capture List. Все честно. А вот функция DoClojureLeak, которая создает объект данного класса. В итоге мы собираем граф памяти, и видим такую красивую картинку, где ClojureLeak ссылается сам на себя через контекст CompletionBlock. Почему это происходит? Потому что в данном случае это именно escaping Clojure. Она собирает некоторый контекст для исполнения уже в будущем, в каком-то другом потоке, например. Да даже позже, потому что ей нужен контекст исполнения, все переменные, которые там используются, кто туда передастся и в каком моменте это должно произойти. Вот проблема так выглядит. Как ее исправить? Тоже используем ключевое слово WIC. Теперь мы описываем, что наш список захвата это WIC-self, и в момент вызова мы давайте проверяем, а есть ли self в памяти. Если его нет, то мы выйдем, потому что никакой работы нам больше не надо делать. А если есть, то на момент исполнения блока мы сделаем сильный захват и как бы выполним работу, а потом отпустим. Все становится намного лучше. Другой вариант утечки — хранение в статическом поле. Вот наш класс A, до сих пор gotObject, но теперь класс B в себе содержит статическую переменную класса A. Функция doSomething также создает цикл, мы вызываем ее и ловим утечку. Собрали граф памяти, но теперь у нас какой-то тупик. Что в этом случае делать и как это починить? Ну просто не храните в глобальном поле объекты, чье время жизни не равно времени жизни и приложения. Вы можете сказать, ну я же честный программист, я создам функцию, которая освободит память, я даже вызову ее всегда. Но потом на ваше место придет ваш коллега, который не будет знать о парной функции и не вызовет ее. В итоге у вас будет утечка, которая будет находиться в приложении. Нужно следовать идеологии Swift, и чтобы не приходилось хачить сам рантайм. Что в итоге мы разобрали? Цикл сильных ссылок, а именно, в частности, захват self в escaping closure. Также мы разобрали удержание в глобальной переменной, а именно хранение в статическом поле. Какой же алгоритм поиска утечки? Собираем граф памяти, находим утекший объект с помощью фильтра, идем по черным стрелкам, находим место, где создается цикл сильных ссылок, разрываем его, дальше шикуем на пляж и попиваем свой смузи. Вроде бы все хорошо. Кто теперь умеет бороться с утечками? Если попросят найти утечку объекта, есть такие люди? Ну, один есть, два есть, это хорошо. Почти правда, но теперь мы поговорим про такой нюанс, как ловушки от Xcode. Хочется напомнить, что ту табличку с мемориграфом я строил самостоятельно по наитию, как я видел это все в визуализаторе, и мы помним, что черная стрелка это стронг, серая стрелка это вик, ну и синяя стрелка это выбранная связь в дебаггере. Кажется, чего-то не хватает. И вот первая проблема, это проблема неверной стрелки, а именно неверная стрелка для статического поля. Внимательный зритель мог обратить, что когда я говорю про статик поля, то здесь есть серая стрелочка. Наверное, вы бы сказали, это вик переменная, статик, значит, меня не держит и вообще утечки не должно быть. Но кто-то же нас держит, почему-то мы в памяти до сих пор есть. И в реальности статические поля удерживают нас сильно. И нужно запомнить, что данная стрелка является сильным захватом. Другой вариант неверной стрелки это unknown ссылка. Вот у нас есть код, мы его немножко модифицировали. Наш класс А уже исправил проблему цикла и сказал, что переменная класса B будет unknown типа. Мы вызываем функцию do something, но теперь собираем граф памяти не когда мы вышли и объекты должны были пропасть, а в момент перед выходом. Почему это важно? Потому что в момент поиска какой-либо другой утечки, связанной с классами данного типа, вы можете подумать, что вот он граф, где у меня возник цикл и его надо разорвать. Но это неправда. Мы выбираем вот эту связь, смотрим на нее и оказывается, что это unknown ссылка, хотя она была выделена черным цветом. Мы это запоминаем и понимаем, что цикла здесь нету и надо искать в другом месте. Теперь неверная стрелка в реализации Swift коллекций. Наш код модифицирован и класс B теперь хранит не один инстанс класса А, а массив этих объектов. Все вроде должно быть хорошо. Мы видим, что код показывает на сильный захват, хотя здесь стрелка. О чем это там говорит? О том, что в реализации, когда нам Array говорит, что он использует себе Swift Continuous Array, Swift Continuous Storage, то здесь должна быть сильная ссылка и не нужно думать, что вдруг вот это слабый захват и все хорошо. По коду все видно, что это сильная ссылка и мы запомнили. Еще один вариант неверной стрелки это связь Objective-C и Swift-A. Мой класс B теперь написан на Objective-C и также содержит в себе Completion Block. Дальше функции DoLeak я окраски создаю класс А и класс Б с захватом класса А. А после я собрал граф памяти и вот я вижу такую красивую картинку NSMalogBlock и он серой стрелкой удерживает мой класс А или Swift ClosureContext. Вы подумаете все хорошо утечки нет но по-настоящему это сильный захват который просто подкрашивается серой стрелкой. Об этом нужно помнить. Самый неочевидный самый трудный наверное случай со стрелкой это неверная стрелка протоколов потому что она сбивает еще сильнее чем unknown. Здесь я создал обычный протокол пустой proto-A и теперь я буду класть в переменную класса B instance протокола не моего объекта А явно. Вот я положил и создал утечку здесь серая стрелка. Нужно запомнить что все протоколы подсвечиваются серым цветом и это никак не исправить. Самая трудная ситуация потому что вы думаете что вот он цепочки нету я не буду идти по этому дереву а пойду по другой черной стрелке. Это не так. Теперь наша легенда карты выглядит таким образом. Черные стрелки это strong и unknown ссылки серые стрелки это weak а также strong во многих случаях когда это статическое поле протокол ClosureContext или Interrupt Objective-C и Swift ну и слава богу синяя стрелка не поменялась хоть что-то стабильно. А теперь очень интересный вариант создания утечки с помощью самодельных хранимых переменных. Вот у меня класс А пустой класс Б и функция DoSomething которая спокойно компилируется и создает цикл ссылок. Я собрал граф памяти и увидел что у меня есть два тупика которые приходят к какое-то статическое хранение. Вы скажете ну где-то меня сохранили в статическое поле что-то не так буду искать явные указания static var такого инстанса. Но это неправда. Я открываю свой класс Б и вижу такую огромную кучу кода. Но не надо пугаться нас интересует функция Set. Здесь мы используем магию Objective-C а именно функцию Objective-C SetAssociatedObject и как мы видим в нашем графе есть такие объекты. Также мы видим что мы используем Self это класс Б и в графе памяти тоже он есть. И конечно же класс А это New Value. И в реальности если мы соединим эти два тупика то мы получим цикл и поймем что его нужно разорвать. Что в этом случае делать? Пожалуйста не делать хранимые переменные в экстеншенах. Просто лучше модифицировать класс или продумать это как-то по-другому архитектурно. Потому что компилятор уже не сможет контролировать ничего рантайм вам не подскажет о какой-то либо Data Race или Race Condition и все будет плохо. У вас будет просто падать приложение. Мы научились определять где была утечка научились определять как даже при условии ловушек от X-кода. Но теперь а как это автоматизировать вообще индикацию? Ведь я не хочу каждый день сидеть и прогонять Memory League проверять какие-либо кейсы потому что я не тестировщик и у нас нет такой ставки. Что у нас вообще есть? Огромное количество UI-тестов. Есть God Object для которого вы знаете сценарий уничтожения. И у нас нету большого желания править каждый тест. А также вот наша обертка для God Object. Что мы сделаем? Мы просто создадим обертку для каждого теста который будет уничтожать God Object. Как это выглядит? Ну мы добавили один Teardown блок в котором пытаемся разлогиниться и проверить а исчезли объект. В вашем случае это может быть какой-либо другой сценарий который позволит уничтожить объект из памяти. Вы будете знать что вы ушли с контроллера моделька должна быть диавоцирована. Что у нас есть теперь? Новый тест-план для утечек. Все подходящие тесты. Потому что понятно что не в каждом тесте можно воспроизвести сценарий где объект должен быть уничтожен. Уничтожен. Мы не всегда можем разлогиниться например из аккаунта. Мы запускаем прогоны на TeamCity и контролируем это в течение дня. Вот здесь такой пометка со звездочкой потому что мы не можем контролировать это на каждом мэре на каждом коммите. Мы используем огромное количество тестов мы прогоняем их несколько раз в течение дня чтобы понять на группе коммитов а появилась ли проблема. Потому что ну слава богу не на каждом мэре создается утечка спасибо и на этом а также это потребляет слишком много ресурсов. Мы могли создать утечку в одном месте но в реальности она высветится только в другом тесте и здесь уже нельзя как-то поделить и понять что вот на вот этом кейсе все будет найдено. И вот пример как это все работает. Мы запустили прогон на TeamCity и на нашем прогоне упал тест с удалением фото с помощью мультипика. Мы понимаем что это относится к работе краски с фотогалереей и идем к команде отвечающей за это и просим исправить утечку. После этого мы видим что у нас был релиз 8.58 в нем содержалась утечка мы исправили ее в дэве все хорошо и в релизе 8.59 все тоже стабильно. Мы молодцы приложение будет работать стабильно и быстро. Теперь другая интересная часть казнить нельзя помиловать. Как же выглядит вообще жизненный цикл утечки? Ну утечки появляются постоянно. Необходимо оперативно реагировать потому что мы не хотим чтобы они ушли в релиз чтобы они начали накапливаться как смежный ком при том если другая утечка создастся и может перекрыть сценарий появления другой утечки и когда вы ее исправите в реальности утечки останутся это неприятно. Необходимо постоянно отвлекаться от задач исходя из предыдущего пункта. Вот вы делаете какую-то новую кнопку красите добавляете экран и вам говорят у нас появилась утечка бросай все и ты переключаешься на другой коммит а также люди постоянно повторяют свои ошибки но это наше свойство так бывает при том если я приду исправлю утечку и скажу ничего не скажу коллеге то он как бы не узнает о ней и в итоге повторит этот код и снова создаст утечку если я ему скажу а вот здесь проблема исправь ее он подумает ага я сделал что-то не так наверное архитектурная проблема либо что-то еще запомнит это и не будет повторять этот код а еще лучше если он найдет саму утечку и уже поймет как это неприятно и будет следить своим кодом еще лучше ну и после того как люди повторяют утечки утечки появляются постоянно вот мы и замкнулись что в этом случае делать мы создадим регламент для работы вот у нас появляется утечка мы создадим некую очередь откуда будем брать людей которые будут искать причину утечки пока очередь пустая добавим в себя любимых вот мы встаем начинаем искать причину утечки находим ее чиним или отдаем ее разработчику который ее создал а после этого разработчика добавляем в очередь теперь при появлении новой утечки мы просим нашего коллегу найти причину он также идет ищет где место утечки исправляет ее и добавляет следующего виновного в очередь И так мы работаем, пока утечки появляются. Конечно, это происходит не в один день, это происходит постепенно, но мы помним, что утечки появляются просто потому, что у нас работает огромное количество людей над проектом. И вот это все идет и идет и идет, пока вы в компании, пока вы это видите. Можно обратить внимание, что некоторые смайлики повторяются, потому что у нас есть очередь, а не сет, ты создал одну утечку, ты встанешь краски в очередь, чтобы потом найти новую. Если ты вдруг создал новую утечку, придется ее тоже потом исправить, за нее отработать. Так а какие плюсы? Теперь это расширение навыков. Вы не просто мобильный разработчик, который умеет красить кнопки. Вы мобильный разработчик, который умеет исходить утечки. Мы распределили нагрузку. Вот мы могли нанять одного разработчика на 40 часов, который бы только сидел, искал утечки и исправлял их. Но это неэффективно. Теперь у нас распределенная нагрузка, мы знаем, кому обратиться и когда. Это помогает нам быстрее реагировать. Ведь мы знаем, что этот человек будет следующий искать. Ну и, конечно же, это закрепление ошибок. Мы нашли утечку, мы ее исправили. И теперь мы еще запомнили новый сценарий, когда не стоит ее добавлять. А теперь немножко про мою борьбу как раз подведем итоги. Что мы обсудили? Что такое утечка? Как с ней бороться по чуть-чуть? Как понять, что она есть у пользователей, и у нас в реальности проблема на провод приложений, и надо это исправлять? Как понять, что мы смогли воспроизвести проблему и начать исправлять как раз-таки с помощью наших инструментов Leaks, этот инструмент поиска? Мы разобрали особые случаи утечек. Это неверные стрелочки и самодельные хранимые переменные. И автоматизировали поиск. А после добавили регламент и приобщили коллег к общему бумагу. На этом все. Спасибо за внимание. Вы можете задать вопросы по данному QR-коду. Спасибо, Артем, да, за доклад. Еще раз поаплодируем Артему. И у нас остается на самом деле время на вопросы. Поэтому, и напомню, что, ну, кто, наверное, был в других залах, замечали, что за лучший вопрос, который выберет спикер, мы дарим вот такую медальку, на которой написано, кряк, какой вопрос. Вот, я вижу руку уже первую. Сейчас поднесут микрофон. А пока несут микрофон, напоминаю о том же, что заходим по QR-коду, заходим в чат и задаем вопросы для дискуссии. Артем, спасибо за доклад. Хорошая тема. Посчастливилось немножко поучаствовать в этом флоу, поиску утечек. И, наверное, самое такое вот сложное, что занимает больше времени, это, естественно, вот этот ручной поиск, где, собственно, эта утечка произошла. И с этим вопрос, есть ли вообще какие-то способы, то есть ходить, опишка может быть какая-то, ходить по этому графу, то есть и как-то автоматизировать поиск объекта, который утек. Хороший вопрос, спасибо. Можно ли автоматизировать сам поиск утечки? В реальности, ну, мы прямо не пробовали, конечно, можно сохранить мемориграф и попытаться его попарсить. К сожалению, нигде не сказана конкретная структура данного мемориграфа, изменится ли он от нового релиза X-кода. А также можно обратить внимание, что X-код не сам, сам не может всегда найти эту утечку, не может найти цикл. Чаще всего у вас будет огромная цепочка из огромного кучи классов, которые нельзя визуализировать. Но как идея вообще распорсить класс, пытаться хоть как-то автоматизировать и просимулировать работу garbage-коллектора, это хорошая идея. Можно какую-нибудь свою структуру там придумать, то есть во что собирать этот мемориграф, например. Ну, можно пытаться в рантайме, например, написать обертку для того же view-контроллера и подписаться на момент, когда view-контроллер должен уйти из памяти. В этот момент вы спустя пару секунд проверите, а произошел ли диалог у него. Если view-контроллер остался в памяти, и он, например, не находится у вас на навигейшн-баре, то, наверное, у вас есть проблема, и можно просто тап-барчиком подсветить, ну, какой-нибудь алертом подсветить, чтобы у вас есть проблема в рантайме, там, в деб-сборке. У нас некий инструмент есть, он не до конца отважен, там, им можно пользоваться, но в регламенте у нас не участвует. В целом, планируются, да, такие вот в эту сторону подвижки? Ну, по чуть-чуть мы что-то делаем, да, уже не в таком темпе, но добавляем удобство. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, вижу, там еще в середине где-то зала. А. Тема, привет. Спасибо большое за доклад, очень полезный был. У меня вопрос по Objective-C рантайму. Как долго вы искали эту утечку памяти? Потому что она, кажется, вообще не очевидной для рядового разработчика. Так, я правильно понимаю, что это про самодельную хранимую переменную? Да, 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 когда ты associated object setage. А, ну, это было очень интересно, да, когда ты… Самое было больное, наверное, потому что еще в тот момент у нас не были исправлены все утечки, у нас не было автоматической индикации, и когда ты исправляешь один кусок кода, ты не можешь сказать, что ты правда исправил утечку, и ты разорвал цепочку. И вот это было еще труднее, потому что я исправляю, ну, режу все цепи, объект до сих пор утекает, и вроде бы в графе он есть, там есть сильные ссылки, но в реальности они должны рассыпаться. И вот с сошедшим этот object, ну, я тогда так знатно выпал в осадок, когда я увидел тупик, потом… И там… Я просто по совпадению случайному я вспомнил, что этот класс я видел в другой цепочке и сопоставил два факта. Тут, конечно, удача и там насмотренность уже сыграли свою роль. Спасибо большое, ты молодец. Спасибо. Тогда вот есть еще там в той части зала рука. Спасибо. Да, и пока у нас есть ожидания вопросов, но, наверное, также по этому QR-коду можно оставлять фидбэк. А фидбэк для спикера – это очень важно. Да, я очень жду ваш фидбэк, любой положительный, негативный. Это очень важно для нас. Спасибо за доклад. Было интересно, особенно вот для меня. Скажем так, новая информация – это как работать с графом. Потому что, когда я столкнулся с проблемой утечки памяти, как раз в iOS-приложении, оно было не только там iOS, там был KMP-код и еще плюсовый. Вот. Я посмотрел на этот граф, честно сказать, ничего не понял и пошел немножко другим путем. А у меня был сценарий, я точно знал, как воспроизвести утечку памяти. Я зашел в профайлер, и там есть график потребления памяти, и когда он делает скачок, можно ограничить область и увидеть те объекты, которые выделились. А так как я знаю, что потом он вниз не опускается, то я потом иду и смотрю, что за объекты выделились, там есть стэк, и можно увидеть, грубо говоря, в каком методе, что создавалось. Вот вы пробовали такой механизм? В целом инструмент, да, правда полезный. Мы можем посмотреть, когда выделилась память, и даже следить за счетчиком ссылок, в реальности цель изначально стояла для работы с неким сервисом, который у нас создается в самом начале, и вот, смотри, такое отслеживание, это был разлагин, и там происходит большая цепочка действий, и на большом участке памяти очень трудно понять, а кто посередине создал утечку, потому что изначально может выделиться память большая, и правда, что она должна была быть выделена, потому что, ну, нам требуется столько. Проблема, что в какой-то постфактум момент может создаться проблем, ну, цепочка, из которой он не разлагиниться, ну, не освободиться из памяти. Я пытался в один момент прям пойти по всем счетчикам, то есть вот отследить все плюсы и минусы счетчика, но это было нереалистично, потому что их там сотни, тысячи были, но для какого-то крайнего кейса внутреннего локального это удобно. Хотелось, наверное, сделать акцент. Здесь вот мы разобрали утечку памяти, а что это такое, и как это выглядит для приложения, вот, для потребления. Утечки можно, я делю их на три этапа. Утечка, которая очень легко воспроизводится и платит нам объекты, то есть мы зашли на объект, вышли, зашли на экран, вышли, зашли на экран, вышли, и у нас после пяти заходов будет пять объектов или больше. Бывает, как раз это самая опасная утечка, она будет прям снежным комом накапливаться и, скорее всего, грохнет ваше приложение из АООМа. Вторая проблема — это когда у вас есть, например, синглтон какой-то, вы удерживаете в глобальном переменной, вы вышли с экрана, объект остался, но он только один. Вы зайдете на экран, этот синглтон перепишется, и объект будет снова один. Здесь не будет проблемы снежного кома, но нарушен инвариант, что объект не работает, когда вы уйдете с экрана, и будут проблемы, какие-нибудь ассерты в других экранах будут сыпаться. И есть третий критерий — это такой флаги утечки. Мы разбирали closure leak, и я сказал, что у нас есть guard letself, и мы делаем захват в момент исполнения блока. И вот может быть такая ситуация, что вы ушли с экрана, а там есть какой-нибудь асинг автор две секунды, и вдруг так совпадет, что ваша проверка на ассерт и прям на исполнение этого блока совпадут, и ассерт скажет, у тебя здесь утечка, исправляй. Ну вот ты понимаешь, что этот асинг автор произошел через две секунды, он сделал моментальный захват, после этого он освободит, и сам из памяти уйдет, и утечки здесь нету. Для этого можно попытаться воспроизвести сценарий просто как раз проверки самой, попытаться не создать этот объект, чтобы он не выполнялся снова, а просто пройти через круг ассерта. В этом случае он не должен будет выстрелить. Спасибо. Так, я еще вижу в конце зала рука. Да, Артем, привет. Женя Оука, спасибо за доклад. Кстати, не оборачивайся, там картинка страшная. Вопрос такой, я вот из мира Java, я вижу то, что для решения каких-то кейсов там используется ВИК. А если не использовать ВИК, то что еще можно заюзать, ну, чтобы у тебя там не потерялся какой-то объект в процессе, если какой-то механизм еще? Ну, если мы говорим, нас нету как в Java некого garbage collector, потому что он потребляет все же некие ресурсы, как бы мы его ни настроили, на какой участок времени, с какой стратегией. Мы используем автоматический подсчет ссылок. Кажется, Kotlin тоже к этому идет, потому что это такой более оптимальный вариант. Для некого такого неручного контроля, как в C++, чтобы не делать malloc-dalloc, мы делаем retain-release. И вот ключевые слова, кроме ВИК, можно использовать, это было в модели памяти, или unknown ссылки, или unknown unsafe. То есть все же на разработчике лежит ответственность понимать, кто удерживает объект, потому что мы всегда можем воспроизвести сценарий, что вот объект должен быть в памяти. Но он должен понимать, когда не стоит делать цикл, то есть осознавать, для чего он захватил объект, и точно ли это ему надо. Понял. Спасибо большое. Есть дополнение, видимо, к вопросу? Еще раз. На самом деле, второй вопрос. Хотел еще один момент узнать. Как вы с прода собираете информацию? Может быть, трейсер используете, с эндрей, крашлитику? И как анализируете информацию? Потому что, на самом деле, ну, исходя из того, с чем я работал, например, с эндрей просто все сваливает в некий watchdog termination, там трудно найти сценарий, нужна дополнительная либо какие-то хлебные крошки, либо логи, либо что-то еще делать. Как это у вас работает? Так, ну вот основное, как понять, что вообще у пользователя возникла проблема? Мы собираем данный флажок memory resource limit x account из метрик кита. У него есть флажок как для foreground, так и для background. Вот у меня был график, когда у нас появилась утечка, и на проде мы видим, что приложение стало закрываться намного чаще по этой причине. Вот мы исправили утечку, он упал. То есть это как косвенный признак того, что есть утечка вообще у пользователя, поэтому закрывают чаще. Потому что понятно, что могут быть такие причины, что мы там иногда потребляем слишком много памяти, когда выделили единоразово огромный объект. Другой флажок есть. Cumulative pressure — это информация о том, как часто нас закрыли, потому что другому приложению, которое находится на foreground, понадобилась память, и, к сожалению, iOS решила, что мы теперь не нужны, и нас можно закрыть. Это тоже такой косвенный признак, он еще более косвенный, поэтому на него мы смотрим реже. И вот здесь на графике он не указан. Мы собираем свои графики, чтобы понять вообще общую ситуацию, то есть есть ли проблема глобальная, например, с достижимым кейсом. Потому что в реальности можно создать сценарий, и он может быть спрятан под тоглом, под чем-то другим, и недостижим для пользователя на проде. И уже там мы смотрим, что произошло в этот момент. Была просто раскатка новой версии, иначе это что-то не под тоглом, какая-то правка. Или это посреди нашего релиза было, вдруг выстрелило. Да, можно смотреть с помощью некоторой информации. В Firebase это там Bradcrumbs называется вроде бы. Также мы пользуемся Tracer. Там может стоить на вообще memory warning, как часто он стреляет. То есть можно обратить внимание, что какие-то косвенные асерты, наверное, это больше происходит к ситуации нарушения инварианта. У вас начинают неожиданно стрелять просто асерты у разных сервисов в вашем приложении, которые связаны с данным, который утек. Вот он держит их, они делают лишнюю работу, а пользователь как бы живет, продолжает пользоваться приложением, как обычно. И вот у вас все сломалось, и начинает просто вести себя неожиданно. Ну вот два критерия. Это memory warning, какие-то флажки, что у нас увеличилась резко память, сколько мы потребляем в данную секунду. Но это скорее собирается как-то внутренне с помощью нас, а не то, что автоматом делает, например, Tracer или Firebase. Так, у нас на самом деле сейчас еще время, наверное, один вопрос. Если есть такой вопрос в зале, да, вот вижу руку. Да, привет, спасибо большое за доклад. У меня такой достаточно абстрактный вопрос. Учитывая весь ваш большой опыт по работе с утечками памяти, выработались ли у вас какие-то практики по профилактике утечек? То есть есть ли у вас какие-то правила, которые стоит соблюдать, чтобы утечек, в принципе, было меньше? Ну, достаточно ли там просто, например, всегда писать в Excel в любом эскейпинг-замыкании, или наоборот, нет? Ну, первое, что мы сделали для профилактики, у нас есть вот наш тест-план, который крутится в течение дня. Понятно, что он покажет проблему немножко постфактом после влития, но каждый разработчик может на собственный мэр запустить данный тест-план, если он не торопится с влитием. То есть он может проверить, что утечки реально не возникло после его кода, и все хорошо. Также всегда можно произвести сценарий своими ручками. Это все очень просто, надо просто разлагиниться из аккаунта, и человек после внедрения новой фичи со своим раскатанным тоглом внутри может посмотреть, а выстрелит у него ассерт или нет. Это вот как, ну, правило хорошего тона. Если человек это делает, он просто огромный молодец у нас. Как контролировать, если нужно ли стать какие-то ключевые слова? После некоторых сценариев, ну, я вначале смотрел на мэрах, то есть я на каждой мэре, если я вижу какой-то блок, и там используется селф, я спрашиваю, а правда ли, что здесь должен быть сильный захват? И разработчик просто уходит уже подумать, а правда ли он ему там нужен. То есть он может это как угодно уже там ответить, проверить прямо ручками, собрать две сборки для себя с вик и без вик, и проверить, как это работает. Но в основном это, да, вот на осознанности людей. То есть у нас, конечно же, есть огромная дока, показывающая, как искать утечки, какие есть причины, как это исправлять. Отсудив прям все стрелочки, возможно, что вот это один и тот же instance объект, вот огромная цепочка, и расписаны как бы частые сценарии, которые возникали в нашем коде, потому что, ну, некоторые код очень похожи друг на друга, и часто это происходит некоторым таким образом копипаста, потому что как шаблонный код мы ставили, написали свой участок и могли там неожиданно поменять вот одну деталь, например, использовать теперь self-объект, а не отдельно какую-то перемену, которую мы создали. Но все на разработчике лежит. Спасибо. И еще короткое дополнение к этому вопросу. Вот ты сказал про регламент, который вы выработали по тому, кто чинит утечки. А как вы это контролируете? Это как-то жестко фиксируется, или просто как best practices в вашем проекте? Ну, у нас есть регламент, он как бы контролируется в основном нашей командой. То есть у нас появился человек с утечкой, мы говорим ему, что вот, пожалуйста, исправь, потому что, ну, утечка — это тот же самый баг, он ранжируется так же, как и любые баги, там, от минора до нормального и мейджора. И понятно, что если утечка просто на старте приложения происходит и захватывает, ну, стопроцентный сценарий, то это очень важная утечка. То есть ее надо, насколько срочно ее надо исправить и понять, а можно ли раскатывать фичу на людей. Потому что если у вас кнопка сверстана очень криво, то, наверное, ее нельзя раскатывать. С утечкой то же самое. Если вы создали массовую утечку, вашей фичой пользуется, например, там, 1%, а повлияет она на 100%, то, к сожалению, раскатывать ее пока нельзя. А добавляя в список человека, мы потом приходим к нему, и уже, конечно же, от ситуации, насколько у него загрузка задачами, то есть если у вас там прям срочно все горит, список, во-первых, чуток длиннее, чем из одного человека, потому что мы иногда сами находим вне регламента утечки и добавляем людей, потому что не всегда обращаемся к этому человеку, мы можем прийти к другой команде, которая более свободна, или же попросить просто коллег данного человека исправить. Не обязательно, чтобы исправляли утечку именно сами вы. Ну, это может помочь ваша команда, любая помощь, мы это не запрещаем, главное, чтобы проблема просто исчезла. Это помогает нам прозрачно обратиться к человеку, он всегда понимает, что вот он следующий в списке, и он будет понимать, что в какой-то момент придется ему прерваться. Если что, он может предупредить о нас заранее, и мы это поправим в какой-то, как раз, в списке нашем. Спасибо. Спасибо всем за вопросы. Артем, тогда тебе предстоит выбор лучшего вопроса, того, кто получит у нас медаль. Так, мне вот понравился вопрос молодого человека, как раз, когда он спрашивал, а как... Да-да. Выходите к нам, выручим вам медаль, под аплодисменты, естественно. Так, торжественно награждаем тебя медалью. Это у тебя первая, но это Мобиус. Поздравляю. У нас также есть от нашей команды, от ВКонтакте, вот тебе, нашего талисмана Пинга. За лучший вопрос поздравляю. Это был бонус, о котором мы не объявляли. А дальше вы можете продолжить общение в дискуссионном зале. Туда предлагаю всем пройти, куда мы сейчас с Артемом придем. И не забывайте опять оставлять фидбэк. В общем, всем хорошего дальнейшего продолжения конференции. Встречаемся в дискуссионном зале.